Елена Романкова была медиком, а стала сиделкой. Говорит, со стариками интересно. Сейчас у нее два подопечных – Татьяна Петровна и еще один пожилой человек. Лучше к людям относиться, любить людей, а не так, что пришел, отработал и все, пошел свое дело, сделал и все, день закончился. Привыкла к ней и Татьяна Петровна. Сиделка заменяет ей многое. Женщина уже плохо слышит и страдает головокружениями. Из-за этого не может ходить в магазин делать работу по дому. Все эти функции берет на себя Елена. Но найти ту самую помощницу удалось не сразу. Одна приходила женщина, она, ну, оказалось, приходила, немножко поработала, и она запила, наверное. А потом тоже как-то, тоже находила по телефону, звонила. Женщина приходила, но она, знаете, она приходила и потом вообще исчезла. Я думаю, может быть, человеку не хочется общаться. У меня тоже недостаток, я там плохо слышу, нужно терпение какое-то проявлять. Может, не хочется там убирать лишний раз. Ну, в общем, пропала и все. Это не самые сложные случаи с сиделками. Иногда люди приходят в эту профессию, чтобы получить жилплощадь или обокрасть наивного немощного старика. В интернете время от времени появляются истории о том, что сиделка избила подопечного или отобрала его пенсию. Чтобы сократить риски обмана, федералы запустили новый нацпроект, в рамках которого старикам будет оказан бесплатный уход. Не на базе медицинских учреждений, а в привычных условиях пожилому человеку будет оказана медицинская помощь. Она именно уходовая. Ранее такого не было никогда. Да, хочу обратить внимание, это действительно медицинская составляющая по обработке ран, по приему лекарств, по контролю за артериальным давлением и уровня сахара в крови. Помимо этого, в рамке нацпроекта по уходу за больными бабушками и дедушками будут обучать родственников. Но социальные организации считают это не совсем верным. Во-первых, родные могут быть еще более жестоки, переписать квартиру на себя и переселить старика в коммуналку. Во-вторых, уделяя много времени уходу за больным, родственник не живет своей жизнью. С психологической точки зрения я скажу, что это однозначно неправильно привязывать, но у человека всегда должен быть выбор. Если он решил, что он будет это делать, и он хочет это делать, то дополнительное обучение – это, конечно, для него плюс. У него есть такой стереотип, если я это делаю сам, то я хорошая, а если я кого-то нанимаю, то я невнимательный, плохой. Лучше нанять сиделку по одной простой причине, что это профессионал. Она окажет помощь лучше. Подбирать профессиональную сиделку лучше через специальные социальные организации. Так надежнее. Если у сиделки есть медицинское образование, помимо хозяйства, она может выполнить функции медсестры. Тогда помощь от государства не потребуется. Все будет в комплексе. Но самый главный критерий помощника для пожилых – не возраст и не наличие высшего образования, а доброта и желание помочь. Дарья Демиллер, Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.